МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОМЕЛЬСКОЕ ЦЕЦ-1 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 немаленькие сродки. Правда, працевать на перспективу намер маясь не усюды. Поколь заплатить штраф, инший раз для сегас-подприемства оказывается больше штанно, чем постоянно выконовать потребование природоохонного законодательства. Использование карьеров не по назначению, то есть размещение на них отходов как населением, так и сельхозпредприятиями. Это уничтожение плодородного слоя, который перед разработкой карьеров обязан сниматься, сохраняться и может быть использованы для нужд благоустройства данной сельхозорганизации. Но зачастую этим требованием игнорируют и просто его смешивают с грунтом и, соответственно, уничтожают этот растительный плодородный слой. Также зачастую одним из серьезных нарушений является несоблюдение границ отведенного участка под карьер и значительное расширение площади. Еще одна экологичная проблема – заброживание территории нафтохимичными отходами. На предприемстве «Полесия Агроинвест» подписание с потребованиями на весь парадок на мигдвары отделения Петрков отремливали не одноразово и селитых уречте почали выполнять проект и непосредственные работы по замене песчаного покрытия на асфальт. Обычлись господарцы малью 2 миллиарда рублев, зато и теперь тут будет постоянный парадок. А прочатого уласными силами тут привели у парадок место для мытья техники. Абсталеванная бочек 30 годов тому за минулый час и оно пришло у полный занепад. Увы, ни кучаго, отходы постоянно заброживали хлебом. На Агомишне это далеко не один и такой выпадок, причем приведение у парадок места для мытья сельгазтехники – это только половы справы. Необходно еще примусить сельгазпредприемство утилизовать отходы, что так само каштое, не танно. Нужно иметь в виду, конечно, что на протяжении многих лет отстойники, нельзя исключить возможность, что они потеряли свою герметичность первоначальную и какая-то вероятность, конечно, существует загрязнение почвы, поэтому необходимо помимо наведения внешнего порядка, нужно проводить и ревизию этих отстойников, проверять их на герметичность. Олег Сентеров, Йорген Макеенко, телерадиокомпания «Гомень», Петраковский район. У Гомельской области распачался тыдень здоровья молодей. До 23 вересня специалисты разных медицинских специализаций готовы бесплатно провести консультации для школьников и студентов. Причина, которая ведет до погаршения стану здоровья молодого поколения – факторы внешнего сяродя, а так само курение, споживание алкоголю и наркотиков. Все это приводит до физичных, психичных и духовных расстройствов. У молодей часто сустрыкаются захворвания костево-мышечной системы, порушения эндокринного и нервового характера. Актуальна проблема массы тела. Причим, як дистрофия, так и из-за лишняя вага. Умацевание здоровья молодей, як заховальника генофонда Украины – одна з наиважнейших задач державной политики у нашей краины. Будут организованы прямые телефонные линии и с психологами, и с волеологами нашего отдела. В этих прямых телефонных линиях можно будет задать вопросы и специалистам по репродуктивному здоровью. Работать на прямых телефонах будут и подростковые наркологи, психологи. Также будет задействован и представители отделения гигиены детей и подростков нашего областного центра, ну и другие специалисты. У Гомеле плануют створить первый в нашей краине музей, присвященный истории Студотрадовского руху. Идею пропонавал областный комитет БРСМ. У першыню она прагучала подчас областного этапу проекта «Открытый диалог». И вот сейчас приступили до реализации. Почали со сбора экспонатов. Показать экспозицию плануются у Кастрычнику этого года, у дни святкования Дня Комсомола. Студотрадовский рух на Гомельщине вельми популярный. У минулым годе областные Гомельские городские штабы Студотрадов были признаны лепшими Украине. А селета в нашем регионе был створен первый в Беларуси археологичный отрат. Хотелось бы, конечно, обратиться к жителям нашего города, нашей любимой Гомельщины, людям, которые находятся за границей, где-то в других областях. Мы просим помочь нам в этом замечательном деле собрать со всей Гомельщины, со всей республики эти самые замечательные экспонаты и сделать одну большую красивую композицию. Три узнагороды завоевали коллективы Гомельской области по выниках 8-го международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод». У наших танцоров дипломы за первое, другое и третье место. Пераможцы фестивалю и свежее уражение его удельников в наступном материале. Вселетний хореографичный форум с уделом танцоров с 29 краин света оправдал чакание удельников и гостей своей неполторностью и яскравостью. Своё самобытное мастерство в конкурсных программах показали артисты с трех континентов. У першиню коллективы из Индии и Шри-Ланки. При такой колькости колоритных коллективов и многогранности хореографичных номеров выделить пераможцев – непростая задача. Это не меньше имён и лепших, а гучены. Вельми гонорова, что сярут номинантов и гомельские коллективы. Хореографичный ансамбль державного колледжа «Мастатства» и «Мяса Коловского» с композицией от первой особы стал лауреатом первой ступени у номинации «Конкурс балетмайстерских работ. Сучастная хореография». Конечно, девочки очень рады. Мы друг друга поздравляли, обнимались. Мы понимали, что работа совместная. Сейчас я чувствую благодарность. Благодарность организаторам фестиваля за организацию этого форума, за возможность выйти на сцену, за возможность пообщаться с участниками других коллективов, участниками коллективов из других стран, посмотреть на них, посмотреть на них за кулисами. Это очень интересно. И еще одна узнагародная гомельчан, народная студия сучастной хореографии и теплообмен, так сама гомельского державного колледжа «Мяса Коловского» взяла диплом другой ступени у номинации «Сучастная хореография». Серуд пераможца у 8-го международного фестиваля хореографичного мастатства «Сожский карагод» и коллектив, який представлял Копоткевицкий городский дом культуры Петриковского района. Артысты удостоились от диплома третьей ступени у номинации «Фольклорно-бытовый танец». На церемонии узнагороджения пераможца у танцевального форума у дельники конкурсных программ не стремливали эмоции и шедры делились уражениями. У нас самые приятные впечатления от этого и города, и от фестиваля. Мы на нем достаточно много слышали в свое время, вот впервые на него выбрались. Мы очень счастливы поучаствовать в таком масштабном действительно мероприятии. Все было достаточно интересно, для нас немножко необычно. Мы получили при этом опыт соревнований международного уровня, действительно хорошие, сравнили себя с кем-то и для себя уже сделали определенные выводы. Восьмый международный фестиваль хорографичного мастатства Сожских карагод засвечил запотрабованность танцевальной культуры. Суместная творчесть сближая людей, да помогая переодолить иснующее одрузнение, забыть про километры и межи, какие нас поделяют. Наталья Игнатенко, Настасья Кучинская, Валера Игапанько. Отель и радует компания «Гомель». Сожский карагод отшумел и покинул после себя не только уражение. На набережной раке Сожу дельники фестивалю высадили Безовый сад. Посадили коля 200 кустов прыгожей рослины. Тут больше за 10 гатунков Безу. Коли з'явятся кветки, простора станет розноколяровой. До помогу попасаться оказали делегации артистов с Беларуси, Литвы и Латвии. До речи, створение Безового парка, да не на традиции. Мы поискали в исторических справках и нашли сведения, что у князя Паскевича располагался середневый сад где-то в районе дворца. И поэтому приняли решение. Это идея нашего ландшафтного архитектора, который эту идею выношел уже не первый год. На этом справа не спинится. Новый гатунок Безу могут створить специально для «Гомеля». С такой просьбой керавництво Палацево-Парково гансамбля планой звернуться у столичный ботаничный сад. Называться раслина можа, например, княгиня Ирина або Румянцевске. Спортивная инфраструктура «Гомеля» пополнилась новым объектом. У областным центра Олимпийского резерву по теннисе открыли новые тренировочные и реабилитационные комплексы. Теперь тут есть все для полновартостной подрыхтовки будущих зорок белорусского тенниса. Гомельский областный центр Олимпийского резерву был открытый в 2007 году. Теперь теннисом и настольным теннисом тут займаются больше, как 300 человек. У распоряджений выхованцев и тренеров 10 кортов, 5 крытых и 5 под открытым небом. Это отцелком хапает для повышения гульнявога и тактика техничного майстерства. А вот попрацовать над физподрыхтовкой было просто немать где. Межтым силой выносливость необходные теннисисту не меньше, чем отточенный удар по мячам. Это просто необходимо на сегодняшний день. Без штанги, без силовых тренажеров, без кардиогруппы тренажеров, аэробной зоны так называемой. Но это просто невозможно. А кроме тренажерной залы, обсталяванной усім необходным, материально-техничную базу центра пополнили зона реабилитации сауной и бассейном. А так само иншая необходная помешканни. Усё гэта зарабила Центр Олимпийского резерву полноценной базой для подрыхтойки спортсменов. Молодое учреждение, которое буквально с нуля создавалось в городе Гомель и Гомельской области, сегодня получило продолжение своего развития. Мы получили объект, в котором спортсмены могут развиваться, не ограничиваясь только кортами. А ведь для спортсменов, его подготовки, это самое важное, где можно проходить сегодня ОФП, восстанавливаться, где сегодня есть медицинский центр. Даречи, корыстаться макчымастями нового спортивного объекта смогут не только юные теннисисты, але и усе жадаючие. И гэта была пошня информация нашего ранешнего выпуску. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин